Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем путешествие по книге Диелим. 62-й псалом у нас сегодня. В комментарии к этому псалому кудрецы написали такие слова, что Бог дарует совершенную защиту и опеку, только если полностью на него положиться, без всяких оговорок, не уповая ни на какую другую силу. И только его надо считать опорой, и только в Боге искать укрытие. Тогда это все работает до конца. Это Алшик написал. Есть еще интересное такое хасидуд на Тигелим 62, рабе Израиля из Ружина. Он говорит, сказано, что в Тигелим 62 ты воздаешь чеку по поступкам его. Но что это означает? Мы часто видим как раз совершенно наоборот. Есть такая притча. Бедняк пришел к князю и дали ему выпить за здоровье, поднесли ему там какой-то там бокал. Он выпил, не зная стоимости бокала, по местному обычаю, взял и разбил его об пол. Князь же понимая, что поступок вызван его невежеством, потребовал с него цену только простого стакана. Так и Всевышний. Человек совершает по невежеству преступления, нося огромный вред всем мирам. Но так как человек не намеревался испортить так много, а хотел только вот здесь свои страсти удовлетворить, то Всевышний по его великому милосердию наказывает его как бедняка. Не по последствиям, а по поступкам. Ну это так. Итак, 62-й Псалом. Если молящийся, сказали мудрецы, испытывает сложности в общении с тем, с кем работает, ну скажем, с коллегами там еще, на него нападают, предают, строят козни и так далее, это незаменимый Псалом, надо читать 62. Читают его днем или вечером до захода солнца, чтобы отменить всякие угрозы, обрести уверенность, убрать страх от общения с кем-то или с чем-то, не знаю, как это там описано. Микубалим учит, что хорошо читать вообще этот Псалом, наибольшее его действие. Это в воскресенье после молитвы утренней и в понедельник перед Минхой. Шемуш Тигелим, Акадмон, старинная книга, пишет, от злопыхателя очень помогает, если ты чувствуешь, что как-то над тобой злопыхателя, читай этот Псалом. Это еще очень важный Псалом сказал Рабин Ахван из Бреслова. Он сказал, когда над Израилем есть как народов какие-то суды и другие народы восстают на Израиле, нужно всем собраться народом, сколько можно, и читать Тигелим 62, и это потрясающе работает. Есть еще очень интересно, что этот Псалом считает, что быть приятным в глазах других людей. Если тебе надо кому-то понравиться, особенно, если это совсем важно, заказывают Сойферу маленькую камею с надписью, вот такой пергамент маленький с этим Псалом он носит в себе. И последнее, что есть такая фраза интересная в древних книгах, для подслащения судов. Как известно, на каждый день над нами наверху есть какие-то суды. И вот чтобы они мягче рассматривались, читаются 62 Псалом. Вот и все. Спасибо Брахава Ацлаха.